Добрый вечер! Короче, просто молодцы. А вот зачем «Зениту» такие победы? Вопрос, похоже, остается открытым. Можете сказать, что все-таки в выходные случилось на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге? Вы знаете, это был очень важный матч для «Зенита» и для «Урала». И открывался новый стадион, который 10 лет строили. Строили тоже со скандалами, со всякими различными выбросами в прессу о том, что там украдены миллионы рублей и так далее. То есть это все преследовало строительство. Вот первая тестовая игра, тестовая. Это еще не открытие стадиона, но открытие тестовое какое-то было. И «Урал» до 60-й минуты, будем так говорить, достойно сопротивлялся «Зенитам». Счет был 0-0. И такое было впечатление, вот у меня как со стороны, как у болельщика, что мы в этой игре добьемся очков. Будет или ничья, или даже «Урал» победит. Потому что был такой момент, когда наш полузащитник Роман Емельянов чудом не открыл счет, а попал в штангу. А «Зенит» явно подсел. И вот на 60-й минуте судья за полторы минуты, если не меньше, показывает две красные карточки футболистам «Урал». Но это беспрецедентный случай вообще в истории, наверное, мирового футбола. А потом еще и добавил третью карточку, чтобы трех игроков из одной команды удалить. Ну, это нонсенс такой, знаете. Я почему это в Фейсбуке написал, вот эту стату, которую вы процитировали. Ну, конечно, когда чуть-чуть эмоции уже спали, я это написал. Почему я это написал? Потому что действительно «Урал» очень хорошо смотрелся в этом матче. И не случайно Тарханов, наш тренер Александр Федорович, назвал эту игру одной из лучших «Уралов» в сезоне. А вот победа такой ценой «Зениту», мне кажется, не красит «Зенит». А это все-таки был умысел судьи? Вам кажется, что подсуживали «Зениту»? Ну, вы знаете, ведь когда нет доказательств, трудно вот такие вот упреки бросать. Я не осуждаю и не буду обсуждать судью, потому что Бог ему судья в данном случае. Но, понимаете, когда он показывает первую красную карточку, сначала вторую желтую, Эрику Бигфалфи, а нарушения не было с его стороны, он играл в мяч, и соперник, защитник «Зенита» Смольников тоже летел к этому мячу и врезался в шипы Бигфалфи своей ногой. Он нашему игроку показывает вторую желтую и удаляет его с поля. Там не было даже нарушений. Это на повторах очень хорошо было видно. А после матча Эрик Бигфалфи, это наш легионер из Румынии, это очень профессиональный футболист, он сказал такие вещи. Я, говорит, 10 лет в большом футболе, играю в футбол, и первый раз в жизни меня удаляют с поля. Я вам говорю, что я не нарушал правила. Я играл чисто в мяч. Я 100% верю Эрику в данном случае, что он, имея уже одну желтую, не мог, профессионал такого уровня, оставлять команду в меньшинстве. А все остальное уже следствие. Этой карточкой судья спровоцировал Романа Павлюченко, который, конечно, не должен был так действовать. Но и дальше вот этот ком красных карточек привел к тому, что мы остались... Кто не видел не так действовать, он стал спорить с судьей, взял его за руку, и это стало причиной... Нет, этого нельзя делать, безусловно. И он пошел, как самый старший футболист, на поле сказать судье, уважаемый судья, что вы творите, зачем вы это делаете. Уже обратились к Мутко. Мутко сказал, Виталий Мутко заявил, что поведение судьи у него тоже вызывает вопросы. Почти дословно цитирую, судья так себя вести не должен. А будет еще какое-то обращение вот туда наверх, в Футбольный союз или в Министерство? Вы знаете, значит, Мутко это заявлял, как президент Российского футбольного союза. Он сразу по ходу, когда матч закончился, вот эту фразу примерно такую сказал, что я не увидел на поле судью, у которого герб ФИФА. Вот. Он так образно выразил. Потом разные начались высказывания. И я не знаю, чем закончится ситуация с судьей. Крови никто не желает. Я знаю, вот сейчас информация пошла, он должен был Яськов судить в среду. Завтра матч ЦСКА «Локомотив». Его уже освободили от этого матча, он не будет судить. Это уже наказание определенное. Вот. Что будет дальше? Есть. Судьями занимается комиссия. Она не подчиняется никому, чтобы это было понятно. Ни Российскому футбольному союзу, ни Министерству спорта. Это независимая комиссия. Но там все равно люди судейские. И я не исключаю, что честь мундира будет защищаться. А санкции для Урала будут? Ну, потому что Григорий Иванов сказал резкие слова, господин президент. Под трибунами есть ролик, где человек, похожим на Григория Иванова, голосом похожим на Григория Иванова, говорит, что у нас никогда футбола не будет, если вы так будете играть. Потом было заявление про то, что футболистов Урала премируют как победителей по итогам этого матча. Футбольный союз не примет никаких санкций в отношении нашей команды? Мне трудно сказать за футбольный союз. Я ничего не могу сказать. Я могу сказать, что Урал и так уже наказан. Три наших футболистов. Урал обескровлен. Завтра нам играть со Спартаком. У нас нет трех ведущих игроков. Они пропускают по-любому. Это Бекфалви, это Роман Емельянов и Роман Павлюченко. А если добавить, что травмирован Артем Фидлер, у нас некого выставлять в опорную зону, в полузащиту. То есть с ней будут играть резервисты. Урал и так уже понес серьезное наказание. Более того, в следующей игре с Тереком у нас точно такая же ситуация. Эти ребята не смогут нам помочь. Благо на финальную игру на Кубок России, это другой турнир. Эти ребята, которые получили сегодня карточки, они на тот турнир не распространяются. Но в чемпионате нас уже наказали очень сильно. А от этих команд не было никаких дружеских заявлений? Они не говорили, давайте мы вас поддержим. Может перенесем игру. Джентльменского соглашения не намечаются. Да нет, но каждый в этом чемпионате, сейчас чемпионат вышел на финишную прямую, каждая команда решает свои задачи. Зенит рвется в Лигу чемпионов. Урал должен сохранить место в высшей лиге. И каждая команда решает совершенно свои задачи. Поэтому никаких джентльменских соглашений, о чем всегда иногда и тоже намекают, вы нам, вы нам. Вы знаете, это все от лукавого. На поле идет битва. За каждый мяч иногда получается выиграть, иногда не получается. Но Урал всегда выходит для того, чтобы победить. И вот встреча с Зенитом то же самое. Конечно, мы знали, что и руководство Зенита, и руководство Газпрома, они приехали на этот матч, на открытие стадиона. Конечно, как корабль назовешь, да, говорят, так он и поплывет. И, конечно, надо было начать с победы. Чего там уж говорить. И вдруг тут какой-то Урал из Свердловской области приехал, да еще сопротивляется. Да и на 60-й минуте судья увидел, что не просто сопротивляется, а вот-вот начнет выигрывать. Вот. Но это мое мнение. Это мое мнение. И, может быть, даже больше, как болельщика. Правилами разрешено стимулировать участников других команд. Футбольный клуб не хочет противников Зенита как-то примировать за победы, подстегнуть волю к победе соперников Зенита. Вы знаете, Урал этим никогда не занимался, и никого не стимулирует, и нас никто не стимулирует. И, понимаете, ребята очень четко настроены. Сейчас в коллективе, постучим по дереву, прекрасная такая, знаете, психологическая обстановка, хороший психологический климат. Каждый бьется. Вот эта встреча же показала, 8 человек осталось. И как они бились с 11-ю зенитовцами. Вот я вас про настрой хотел спросить. Они скорее раздавлены этим итогом, или наоборот, они сплотились, и у них боевой настрой, и они даже меньшинством будут биться и со Спартаком завтра? Да, я их не видел в связи с тем, что они из Ленинграда сразу перелетели в Москву, где завтра будут играть со Спартаком, я не видел. Со слов я могу сказать, что обстановка в команде боевая. Боевая, конечно, печально. Ребята зашли в раздевалку и обратились к президенту, к господину президенту Григорьевичу. Ну, нас убивают, ну что ж нам делать? Мы не можем бороться в честной игре, борьбе. Конечно, они апеллировали к нашему президенту с такими словами, и это понятно, что у них у всех кипело, потому что мы-то видим это со стороны, а они-то это видят вблизи. Они же видят это, вот как это все происходит. Их-то не обманешь. И болельщиков не обманешь. Все все видели. Говорят, даже болельщики «Зенит» с трибун поддерживали «Урал». Так это нонсенс, когда, может быть, если вы матч не смотрели, там были последние минуты, и наши семеро понеслись забивать гол. И стадион 20 тысяч, которые пришли на болельщики «Зенита», гнали «Урал» к воротам. Нонсенс, это описано в специализированной прессе, в «Спортэкспрессе», в советском спорте, на сайтах спортивных. Это нонсенс, чтобы болельщики чужой команды в эти секунды повернулись к этой команде. Поэтому болельщика же не обманешь. Хорошо, у нас под конец я вас хочу попросить сказать болельщикам «Урала», которые здесь вот сейчас находятся, смотрят нас по телевизору, несколько слов им сказать поддержки, подбодрить как-то, ну и дать надежду, что ли. Да нет, ну во-первых, я хочу поблагодарить наших болельщиков. Это наши болельщики «Урала» самые замечательные футбольные болельщики. Они с командой, вот истинные, они с командой в трудную минуту и в момент победы. Они не разделяют, вот мы проиграли, а плохая команда. А в Петербурге-то что по итогу было в глазах болельщиков? Победа моральная или все это поражение? Конечно, моральная победа. Почитайте сайт «Урала», комментарии в открытом доступе. Конечно, это победа. И я безумно благодарен нашим болельщикам, которые увидели всю правду и справедливость и поддержали команду. И сейчас, я уверен, будут поддерживать. И те, кто полетит в Сочи, я просто гарантирую, что «Урал» будет биться до последнего. Хотя, конечно, соперник в финале очень сложный, непростой и локомотив Москва. Но «Урал» с такими болельщиками обязан побеждать. Спасибо большое. Вице-президент футбольного клуба «Урал» и парадоксальный вывод. Проиграли по счету, но по сути победили. Редактор субтитров А.Семкин